Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Тёплый свет В душе твоей Новый день Пришёл, открывай скорей Спонсор выпуска – студия флористики «Эльпарк» 21 февраля на календаре «Среда» В студии для вас работает Никита Старицын И Дарья Царонок Приветствуем вас! Пусть это утро начнётся с улыбки, несмотря ни на что, что бы ни происходило в вашей жизни Мы хотим начать с праздников Это очередной повод поздравить кого-то или отметить В России отмечается День фельдшера Дата официально не утверждена Однако медики отмечают свой профессиональный праздник сегодня И мы с удовольствием, конечно, поздравляем всех причастных Да, присоединяюсь к поздравлению всех-всех-всех, кто работает в этой сфере с праздником Друзья, следующий праздник – Международный день родного языка Культурный праздник Учреждён решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года И отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с целью защиты языкового и культурного многообразия Вот такой интересный праздник и факт о нём Факт о празднике Родные языки уникальны в том отношении, какой отпечаток они накладывают на каждого человека с момента рождения Наделяя его особым видением вещей, которые никогда на самом деле не исчезнут Несмотря на то, что впоследствии человек овладевает многими языками Но тут как бы не все, наверное, овладевают многими языками Да, изучение иностранного языка – это способ познакомиться с другим видением мира, с другими подходами Вот так вот У меня буквально недавно в тему, скажем так, младший сын пять лет спрашивает Говорит, мама, как вот в Китае рождаются дети и знают китайский? Я же вот не знаю и знаю только наш язык Ну и вот я на уровне пятилетнего ребёнка объясняла Ну, конечно, нет по-взрослому, но интересный вопрос Почему действительно? Вот почему Чем больше языков мы знаем, тем лучше развивается наш мозг Поэтому изучение иностранных языков – это лучшая тренировка на самом деле Ну и, конечно, расширение вашего кругозора Насчёт расширения кругозора Сегодня экскурсовод отмечает свой праздник – Всемирный день экскурсовода На самом деле по себе лично знаю, что экскурсия и место вашего отдыха очень сильно зависит от экскурсовода Те впечатления, которые она вам передаст, то, как она всё это преподнесёт, оставляет след, безусловно То есть вы можете проехать, допустим, если это в автобусе экскурсия И не заметить, не обратить внимание на какие-то вещи А важны акценты, важна история Тогда запоминается лучше Впервые свой профессиональный праздник гиды встретили в Лондоне в 1990 году Инициатором мероприятия считается Международная федерация ассоциаций экскурсоводов Изначально целью праздника было привлечение внимания к профессии и укрепление международных связей Помогающие более плодотворно развивать туризм и культуру Ну, факт о празднике у нас какой? Празднование Дня экскурсовода в России обычно распадается на два параллельных потока На уровне внешнем работники туристического и музейных сфер проводят множество интереснейших мероприятий Именно к 21 февраля обычно стараются приурочить запуск в работу наиболее интересных новых маршрутов и экскурсий Поэтому, если, например, вы следите за какими-то путешествиями, экскурсиями То вот-вот он старт и в любом случае для вас приготовили какие-то интересные варианты День наблюдения за полетом бумеранга Необычный праздник сегодня Ну а как же, если он бумеранг, как за ним не наблюдать? Есть же легенда, что бумеранг летит-летит и возвращается Но это не легенда, это правда Правда? Конечно Если ты говоришь про какой? Жизненный бумеранг или в буквальном смысле бумеранг? Как вещь В жизненном это, наверное, все-таки правда Как вещь, которую бумеранг в мультиках показывают, когда он круг делает и в тебя обратно возвращается Да, конечно У нас даже есть такая игрушка Ух ты, я еще не видел Никита ни разу не кидал бумеранг Своими глазами, когда увижу, тогда поверь Так попробуй Попробуй Да Гастрономический праздник сегодня День булочек с повидлом Это сразу ассоциируется с какими-то бабушкиными вкусом С вкусом, гостей, детства Ну, у меня, по крайней мере, такая ассоциация А вообще это, наверное, традиционное какое-то блюдо в нашей кухне, да? В русской Домашней кухне Да, да С самого детства, конечно, бабушки Раньше, кстати, и повидло делали сами Очень вкусное было Да А вот сейчас покупное Не те времена пошли Поговорим о персонах дня 21 февраля 1783 года появился на свет русский художник и скульптор Федор Толстой Важно помнить наших творческих людей, наших ученых, наших писателей Ведь это культура, культура страны, культура народа И передавать эти знания обязательно своим ребятишкам Да, наше достояние Да В этот же день в 1876 году появился на свет советский живописец Народный художник РСФСР Петр Кончаловский Из современников сегодня принимает поздравления очаровательная женщина Российская актриса театра и кино Народная артистка Вера Алинтова Сегодня также именинник батя российской эстрады Певец и лидер группы Любе Народный артист Николай Расторгуев Знаете, у меня даже в детстве был какой-то такой стереотип мужской мужественности, наверное Сейчас-то я это понимаю Мне очень нравился этот певец всегда Папа у меня слушал песни Тоже прямо постоянно дома у нас играла Любе И у меня вот когда по телевизору показывали Прям очень мне нравился Я помню вот свой детский взгляд на этого мужчину Я с самого детства слушал эти песни Вот прямо вообще каждую песню знаю наизусть С днем рождения Николай Расторгуев Николай Расторгуев А мы по традиции Присоединяемся к поздравлениям Поздравляем всех-всех-всех, кто нас смотрит и не смотрит Но празднует сегодня день рождения Всех с днем рождения Благ вам, всех земных здоровья, счастья и любви С днем рождения Да, я присоединяюсь И еще вы можете заказать поздравления своим любимым друзьям А может быть самой себе или самому себе Обратившись к нам в социальных сетях Пожалуйста, в телеграме можете написать Хочу поздравить и там так далее Мы расскажем вам условия И обязательно передадим привет Так что до встречи в социальных сетях В среду у нас всегда среда Как бы ни звучало Как бы ни странно, да Потому что впереди будет рубрика «Живая среда» И мы посмотрим на интересных, замечательных братьев наших меньших Здравствуйте, уважаемые телезрители Сегодня в эфире «Живая среда» И сегодня у нас в гостях такие очаровательные девушки Ксения и Алина Со своим спутником Хвостатый Буч Буч, привет Буч, привет Буч очень рад сегодняшнему эфиру Он вообще мечтал всю жизнь Расскажите, что это за порода такая оригинальная У нас очень оригинальная порода У нас мама чихуахуа А папа шпиц И вот родился вот такой вот замечательный, веселый Он веселый, как шпиц Шпицы такие очень активные А чихуахуа, они более мудрые Вот у нас все соединилось в нашей собачке Он и послушный, он и веселый И для семьи, для быта идеальная собака Для детей Вот по поводу детей Давайте передадим микрофон Алине Алина, расскажи, пожалуйста Буч у вас живет уже пять лет, да? Угу Как ты воспитывала его? Какие у тебя были эмоции, когда мама принесла домой вот этот белый комочек? Я была рада Ну я даже сначала не поверила, но потом осознала, что вот такой маленький, хорошенький у меня дома Как ухаживала? Как вы притирались друг к другу? Буч всегда такой веселый? Ну да, постоянно И охранник, конечно же, конечно, кто там ходит, да? А как твои подружки, вот когда первый раз увидели Буча, как они себя вели? Они тоже были рады, тискали его, обнимали Ну он, правда, он такое очарование Не влюбиться в него просто невозможно Ксения, расскажите, а вот Буч вот такой активный, как дома? Дома все ли на месте? Дома, вот он, когда мы все вместе дома, он чувствует безопасность Он у нас как кошка, его даже не слышно, не видно Он не лает дома, ну как бы, когда только заходят, конечно, незнакомые А так нет проблем совершенно Он у нас лежит на своем местечке Ну, большую часть времени проводит, конечно, на кроватях На олениной, они все дружненько спят У них постоянно нежутся и бесятся Ну, что еще у нас было? Конечно, были интересные моменты Он у нас любит лазить по столам Очень любит слизывать с бутербродов на Новый год Красную икру У нас такое было Есть манго На столе все вкуснее Даже если он этого не ел Но он это обязательно попробует Обязательно попробует Да, да Если домой приходят незнакомые люди Как реагирует Буч? Он охранник? Ну, вот он так, да Он прямо охранник Он лабрадор в маленьком теле? Он, мне кажется, кавказец Даже где-то в душе в нем Он, когда выбегает на улицу Он сразу же кидается на всех Не важно, какого размера собака Он думает, что он почти уже с ней ростом И все справится Вот Ну, мы взяли его Я была беременна И мы взяли его И он прямо вырос У меня сыну Сыну четыре года А Бучу пять Алина очень сильно боялась собак И мы в связи с этим Я хотела, чтобы она как-то Начала больше привыкать И вот все Они у меня вообще Душа в душу Алина, расскажи, пожалуйста Почему ты боялась собак? Вот как проявлялся этот страх? Расскажи Я не помню Я была маленькая Но вроде я убегала Если даже маленькая собака подбегала Она сразу же так поднимала руки И все И замирала Ну, было ли у тебя такое, что собака тебя напугала? Вот бывает Почему вообще дети боятся собак? Потому что был случай Собака напугала ребенка Было ли? Может быть громко где-то залаяла собака Такого не было прямо, что, конечно У нас была собака Но она была совсем Когда она была маленькая И потом Когда даже мы приехали выбирать Там было три щенка И Алина Мама, я так хочу собачку И мы когда зашли в комнату Где она И выбегает три щенка Алина вжалась в дверь Подняла руки И так же Говорю, Алина, ты точно хочешь собаку? Она, да, да Говорю, так погладь возьми Я очень рада Но я потом поглажу Когда она будет дома Вот у нее даже такое было Очень это Ну, сейчас, конечно Ну, а сейчас, Алина Вот ты на улице гуляешь вместе с Бучиком И, допустим Подбегает какая-нибудь собака Внушительных размеров Но добрая в душе Внутри Вот И хочет познакомиться с тобой Ты так же руки поднимаешь сейчас? Или же уже спокойно Я сглажу ее Уже Ну, то есть Мама добилась эффекта Страх миновал Замечательно И вообще, конечно Уход Они и ухаживают И кормят И чистят зубы И моют Конечно, это такая забота И какие-то человеческие качества Доброта Вот именно К животным вообще Это Животные В квартире, мне кажется Должны быть в каждой Вот Младший у меня Так как вырос Он вообще не боится никаких собак Я иногда сама Убегаю Когда Кавказец какой Он вообще напрямую бежит Ему надо погладить обязательно Пообщаться Поздороваться С любой собакой С любой кошкой Распределение Вот вы сказали Что у детей У каждого Свои обязанности А как произошло Распределение Стихийно Либо Алина выбрала Я буду Купать и чистить зубы А младший сказал А я буду кормить И гулять Да, да Маленькие все любят Ему надо высыпать Обязательно Вот это что Мы кормим Корм только у нас Сухой Нам посоветовал Ветеринар Так как у этих собак Очень Животы Такие желудки Очень слабые И для этого Ну нельзя кормить едой Именно вот Когда он у нас конечно ворует что-то У него потом То глазки Слезятся То еще что-нибудь Нежелательно Алина у нас утром Встает у нее Этот режим Она Ну расскажи про свой режим Что ты делаешь с утра Я сначала встаю Его кормлю Потому что я учусь С первой смены Прихожу со школы Ну гуляю Прихожу со школы Опять гуляю Уже потом Вечером Когда иду На спорт Или на репетитор Гуляю И кормлю вечером Мы его кормим два раза в день Ну гуляете раза четыре Судя по рассказу Ну три 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 обязательно Маленький Ну вот Алина у нас Кормит с утра и гуляет А маленький уже вечером У нас и кормит его И мы с садика приезжаем Гуляем с ним Но зимой конечно Возможности Побегать У него такой нет Он замерзает У нас быстро Мы его еще стригем Он у нас попушистее Это он сейчас у нас такой Да подстриженный Хвостик я хочу сказать У вас оригинальный очень хвостик Постриженный Как у Кисточка прямо Да да Буча У нас Потому что Сын у него Имя Лев И вот он В честь Лева Такой красивый хвостик У собаки Но Буч по-моему Внутри тоже Лев Да Да Какие знает команды Буча Какие команды знает Буча Он сидеть Буча Ну он к нам вот так вот Сидеть Буч сидеть Сидеть Буч Сидеть Алина он не сделает Пока ты не покажешь Да Ну-ка покажи Вот Все молодец Молодец Позвали у нее я сижу А лапку там Лапку Ксения вы сказали что Любит спать вместе с детьми Да Да Ну вы как мама Вы против этого Или же все-таки Домашние животные А почему вы и нет Я спокойно Да Я спокойно реагирую Мы Когда родился маленький Алина боялась спать одна И я ее приучала Таким образом То есть я говорю с тобой Ну они же боятся бабаек Каких-то неизвестных чудовищ Говорю у тебя есть Твоя собачка Она всегда Несуществующих Несуществующих Сепарация прошла Так сказать От мамы И она у нас так Это Я уже не стала их разнимать Думаю Пусть они Спят дружненько Конечно это чистенько Мы все равно Уставим прививки Ездим на чистку зубов Там стрижку Все остальное Не уличное Полный уход Да полный уход За ним Да конечно Как за ребенком А семейные путешествия Происходят Вместе с Бучем Ну да Мы стараемся Все конечно Байкал Все наши ближайшие Турбазы Новый год У нас вот есть друг Паки И мы С семьями двумя И обязательно Ищем дома Чтобы можно было С животными Это не так просто конечно Но мы Стараемся Паки вообще отдельный привет Да За то что привел Буча Да мы очень У них прямо любовь Они также с детства Но Паки в два раза больше уже Но они все равно дружат Всем весело Он очень любит еще женщину И детей На мужчину вот вы видите Да реакция соответственная Да 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 Немножко он так Опасается Он внутри француз просто Да да Он к женщинам К детям очень Ты такой красивый Любви оберен Ой красивый На выставке у нас не получается Но в цирк можно легко В цирк Да Вот он у нас прямо Какие то Иди сюда Он у нас так вот ходит На задних лапках Это вот его любимое Красота то какая Если мы что-то кушаем Скажи я вот так могу стоять Очень долго И пожалуйста Дайте мне что-нибудь Мне кажется Вполне возможно Да Буча Замечательно Ну вам наверное Тогда свой театр Организовать Да Акробаты И собаки Да Живите счастливо Живите на полную катушку Наслаждайтесь Временем Вместе с Гучем Большой тебе удачи Алина Во всех твоих кружках Будь чаще с ним Приходи с ним И мне кажется Вот с ним Куда бы не пришел Там все просто Кружок сразу Все сразу Не все хотят Да Познакомиться с этим милым созданием Большое вам спасибо Что вы к нам пришли Спасибо Стали участниками Нашего Проекта Живая среда Правда Спасибо Всего доброго До свидания Друзья Подошла пора Немножечко Расслабиться Посмеяться Поумиляться Потому что Прямо сейчас Предлагаем вам Посмотреть Подборочку Из Замечательных Смешных Видеороликов Так Чтобы аж Знаете Аж скулы свело Давайте посмотрим Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что женщины заранее готовятся к сезону Большинство, по крайней мере Так вот, давайте поговорим, какие тренды в обуви на весну будут в 2024 году Сапоги трубы Сапоги трубы Дальше сапоги с открытым мысом Именно не носом, а мысом правильно говорить, то есть идет полностью сапог, а здесь у вас открыт мыс Ну, если честно, для Сибири это, конечно, так себе обувь Не очень удобно Сапоги и носик открыт, да, как у сандалии Это больше такая, наверное, офисный вариант или куда-то на вечеринку, ну, то есть или в машине проехать, но не на наших весенних тротуарах, где, значит, все мокро, все тает и так далее Но в любом случае они в тренде, имейте в виду Металлизированная обувь Это могут быть ботильоны, это могут быть сапоги, это могут быть туфли То есть оттенка металла, серебро, золото Тут, мне кажется, даже Никита понял Это да, сообразил Дальше, девочки Двухцветная обувь То есть бывает сапоги или те же ботильоны, туфли разделены на две части Одна бежевая, вторая черная, допустим Тоже сейчас очень в тренде А еще плюс к этому всему Вы можете купить две пары одинаковых ботинок Допустим, одна модель совершенно одинаковая Только одни черные, другие бежевые И одевать одну ногу черную, другую бежевую И вы будете просто супер-супер модницей Это интересно на самом деле, да Да, но у нас в городе я не видела, а вообще продаются Обуви и кроссовки бывают разных цветов Цветов в одной паре Классно Вот А это знаешь, еще у меня такой лайфхак пришел в голову Вот, допустим, носили вы туфли Будь то мужские или женские У вас один, но порвался Вы пошли в магазин, купили те же самые, только в другом цвете И одеваете, как вариант Вполне Да Еще один тренд, это обувь с тупым носком Туфли, опять же, ботиленые или ботфорд Вот прямо прямой носик впереди Знаете, такое ощущение, как будто раз и отрезали Они тоже в тренде Ну и знаете ли, я оказывается тоже в тренде Вот такие вот классические лодочки Они, по-моему, еще ни разу не выходили из моды Острый носок, высокая шпилька И в одном цвете Особенно актуально красные Поэтому, девочки, будьте модными, будьте красивыми Покупайте себе новые обуви, балуйте себя Потому что вы одна у себя И мужчины тоже балуйте Балуйте, да, балуйте нас Женщин Да Ну, мы вынуждены сегодня попрощаться уже на этой оптимистической ноте Чтобы все мужчины нас баловали А мы, в свою очередь, радовали себя тоже покупками С вами сегодня были Никита Старицын И Дарья Царанок В этой студии только для вас, друзья Встретимся совершенно скоро Но сейчас вынуждены попрощаться Пока Пока, до новых встреч Пока Новый день Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Теплый слеп В душе твоей Новый день Пришел, открывай скорее Гороскоп на 21 февраля Овен В этот день чья-то поддержка поможет вам заработать некоторую сумму денег Не забудьте отблагодарить этого человека Телец Этот период отлично подходит для продвижения по карьерной лестнице Правда, для этого придется изрядно потрудиться Близнецы Привычные дела могут потребовать от вас больших усилий Поэтому вряд ли удастся выполнить все, что вы запланировали Раз Вам стоит заняться делами, которые завязаны на общении с другими людьми Возможно, следует проснуться пораньше и сходить, к примеру, на занятия по аэробике Лев Это один из тех мирных и спокойных дней, которые приятнее всего проводить в компании друзей Возможно, вам захочется попробовать нечто новое и необычное Дело День будет насыщен эмоциями, только усиливающими уже существующие чувства Так что, если вы не в духе, будьте внимательны Весы Все будет происходить так, как вам нужно И, наконец, появится четкое понимание, к чему стремитесь и зачем Скорпион Хорошее время для изменений в имидже Можно оставить в прошлом вредные привычки И, наконец, приступить к совершенствованию своего тела Стрелец У вас могут возникнуть проблемы, возможно, психологического характера Можете легко с ними справиться, главное – верить в себя Козерог Вам стоит немного отступить назад и издалека оценить сложившуюся ситуацию А уж потом приступать к работе над тем, что кажется менее важным Водолей Какие-то ремонтные работы в офисе или где-то неподалеку Могут помешать сосредоточиться на делах Поэтому день вряд ли будет слишком продуктивным Рыба Подвернется дело, постепенно кажущееся все более и более важным Очень скоро оно станет одним из самых ключевых аспектов вашей жизни Продолжение следует... Продолжение следует...